Добрый день, с вами психолог Робкова Наталья и сегодня разбор, психологический разбор фильма «Берлинский синдром» по вашим заявкам, потому что у меня когда-то был пост в ютюбе, где я спрашивала, на какие фильмы сделать психологический разбор, и мне там накидали очень много вариантов. Ну что ж, сегодня про фильм 2017 года «Берлинский синдром». Правда, похоже на «Стокгольмский синдром», скорее всего, именно по ассоциации с этим словосочетанием был назван и этот фильм, потому что фильм, в общем-то, повествует о маньяке, который закрыл свою жертву в квартире, там делал с ней все, что хотел, ну, в общем, насиловал, и, если надо, бил, по его мнению, и так далее. В общем, удерживал ее там силой, и, в принципе, в его планы входило в конце ее убить, как и предыдущую жертву, и найти новую жертву. В общем-то, что у нас такое маньяк? Маньяк – это от слова мания. Кстати, самое интересное, что, когда я посмотрела в Википедии, что такое мания, то было написано, что это… Там написано, что это безумие, влечение, страсть. И еще, что это, сейчас скажу, древнегреческая богиня безумия, что самое интересное, я первый раз такое слышу, ну, вот. В общем-то, слово «безумие» присутствует везде, где говорят про манию. А маньяк – это либо серийный убийца, сексуальный маньяк – это серийный насильник и так далее. То есть, когда человек совершает серию постоянно одно за другим, ну, какие-то, в общем, вот эти маниакальные действия. Психология маньяка, да, ну, она, честно вам скажу, она непонятна. Ее невозможно объяснить. Вот как так получилось, что человек родился или стал маньяком? Что на это повлияло? Кстати, на телеканале, не телеканале, а на ютуб-канале, который называется «Не маленький человек», вышло недавно видео «Психолог для маньяков» называется. И вот где психолог, там, следователь рассказывает уже, ну, там, 15, по-моему, лет или 20 работает с маньяками, рассказывал о том, что он так и не выявил настоящих причин, как так получается, что мужчина или женщина становятся маньяками. У кого-то были детские травмы, у кого-то не были, кто-то из нормальной семьи, кто-то из неблагополучной и так далее. То есть, никаких вот этих вот, никакой статистики, параллелей он не смог провести и сказать, что вот чтобы был маньяк, вот надо вот, чтобы детство вот так проходило, или нужно вот такие-то там психологические или физические травмы нанести ребёнку, и тогда увеличивается там шанс, что он будет маньяком. Нет, он говорит, такого не было. То есть, бывали, что даже вот, ну, ничего такого плохого не было с человеком в первой половине жизни, и вдруг вот во второй половине жизни вот он начинает таким промышлять. При этом он может быть или она могут быть примерными семьянинами, иметь своих детей, заботиться о своих родителях, там, я не знаю, помогать им финансово, вскапывать огороды, дарить подарки, ухаживать за женой или за мужем, следить за детьми, делать с ними уроки. Но при этом параллельно может быть вот такая вот тайная жизнь, где человек либо не обязательно убивает, есть, конечно, ну, понятно, серийные убийцы, которые параллельно убивают, а есть вот эти насильники, где-то кого-то изнасиловали, всё живут дальше, в ус не дуют, семья ничего не знает, и, в общем-то, даже и мыслей у близких родственников нет, что человек вот таким промышляет. Либо может удерживать где-то вот эту вот жертву в каком-нибудь выкопанном, выкопанной комнате в гараже, как вот недавно опять нашли в каком-то российском городе. Девушку, мужчина, семьянин, жена, дети, работа, всё, ничего плохого о нём ни соседи не говорят, ни коллеги, ни семья, выкопал в своём гараже потайную комнату, туда вот вниз такой подвал, оборудованный полностью под жильё с кислородом, с душевой кабиной, с водой. Представляете, да, то есть это по подобию скопинского маньяка, который выкопал тоже у себя там в огороде, значит, вот этот вот бункер, в котором эти две девочки, значит, несколько лет были спрятаны. Вот, то есть, ну ладно, скопинский маньяк, он и выглядит, в общем-то, какой такой немножко, ну, видно, что человек, что-то с ним не то, в общем-то, и какой-то неблагополучный, и, скорее всего, не пользуется спросом у женского пола, и закомплексованный, и вообще какой-то непонятный, и, в общем-то, с таким ещё можно предположить, что он пойдёт на такие меры, чтобы, в общем, удовлетворять свои потребности, как говорится, не по-хорошему, так по-плохому. А здесь вообще вот мужчина, ну, нормальный, показывали и фотографии со свадьбы, там, и с семьёй, то есть всё, ну, блин, обычный мужик, никогда не скажешь. Но вот зачем-то ему нужна была эта комната в гараже, закрыл там какую-то девушку, которую подвозил на машине, и, в общем, ходил к ней туда, в кавычках, на свидание. Естественно, он потом планировал её убить, потому что куда он её денет? Всё, то есть выпускать её нельзя, она его сдаст. Ну, в общем, получается, что, в общем-то, это и убийца. Просто вот он её ещё не успел убить, и непонятно, может, он уже до неё кого-то убил. Вот такие вот вещи. Откуда это берётся? Одному богу вообще известно. То ли это какие-то генетические сценарии, там, через поколение, через три, через пять, то ли, я не знаю, какой-то сбой там в нейросетях мозга. Я не знаю. В общем, это необъяснимые вещи. Часто, вот, кстати, этот психолог для маньяков говорит, происходит вот этим вот спусковым крючком является какой-то первый случай. Например, случайное убийство или в состоянии аффекта изнасилования. И потом человек как будто подсаживается на то чувство, которое он испытал, чувство, наверное, власти, может быть, какой-то безнаказанности, может быть, ещё там, может быть, какого-то кайфа, который человек получил. И его снова тянет. И он потом уже специально провоцирует такое преступление. Ну и так далее. И дальше уже подсаживается на это, как на наркотическую зависимость, вот на эти чувства, которые он получает. И всё, и пошло, и поехало. Остановиться он не может. И когда вот, кстати, этих маньяков потом ловят, они говорят, что... Многие из них говорят, хорошо, что меня взяли, потому что я бы сам не остановился. То есть они знают, что они бы не остановились. Вот. Есть другие ещё маньяки. Например, кстати, вот это вот чаще про женщин. Женщины таким промышляют, и маньячки. Это, например, отравлять. Через отравление. Через... Подсыпают яд. Там мышьяк и всё такое. В напитке, в еду ещё куда-то. Мужей могут... Вот недавно, значит, смотрела тоже ролик про женщину, одну, по-моему, американку. Троих мужей своих так отравила. Сына отравила, который из армии пришёл. И получала страховки. Всё это ради получения. Сначала они страховали свою жизнь. Потом вот так вот она их как-то травила. Почему-то, значит, каждый раз не могли найти причину. И никто даже не заподозрил, что они отравлены. Это там только уже на какой-то раз было сделано вскрытие и очередной жертвы. Ну, потому что уже слишком подозрения она вызвала. И были найдены там вот эти вот... Мышьяк у него там, в общем, был найден в теле. Вот. Ради каких-то вот этих страховок. Вот. Но это же тоже... Это же вот эти вот там... Понятно, что это не ради страховок. Это какая-то вот маньячная идея. А сначала-то она, значит, с ними свадьбу играли. Какое-то время жили. Вы понимаете, там, любовь-морковь. Но как бы она знала заранее, что потом она сделает с этим мужчиной. То есть вот сейчас она с ним там занимается сексом. Сейчас она его кормит. Сейчас она с ним гуляет. Сейчас она с ним целуется. Но в голове у нее есть. Через какое-то время я тебя отравлю. Ну вот такая жесть. Вот что это такое? Как так можно? Вот, ну... Я считаю, что, во-первых, и все эти люди, кто на это способен и кого на это тянет, они принадлежат к так называемой темной триаде. Это нарциссы, психопаты, макеавелисты и садисты. В общем, туда все. Это все такие вот садисты, люди, не эмпаты, люди, которые не... Нет у них эмпатии, нет у них сочувствия. Очень ограниченное количество чувств они чувствуют. В основном это такие чувства. Они чувствуют очень хорошо злость, они могут даже чувствовать обиду, что там на раздражение. Они могут чувствовать там голод, желание сходить в туалет, холод или еще что-то. Вот это вот. Но у них нет сочувствия. Они не присоединяются к чувствам других людей. Они могут только вот... Они ничего не чувствуют и наблюдают за человеком. Просто наблюдают за мимикой, за жестами, вот так, глазенками. Но вот внутри все молчит. Полная вообще тишина. Поэтому им легко это делать, интересно это делать. И, понимаете, у них другие способы получения удовлетворения. Ну, понятно, что это так называемые токсичные люди. Это еще мягко сказано. Садисты всякие. Все это туда. Кстати, вы знаете, вот удивительно. Я когда этой темой стала заниматься, ну, просто думала, что в этом видео сказать. Я удивилась, какое огромное количество вот этих садистов и всяких маньячел вообще в мире во все времена существовало. Мне стали такие истории, там, YouTube выдавать, ну, уже сам. Там, когда что-то загуглишь, и потом он тебе на эту тему, значит, выдает. И какая-то история была, по-моему, в 19-м, что ли, веке. Или в начале 20-го. В начале 20-го, наверное. Ну, в общем, неважно. Я не стала там запоминать вот эти имена. Зачем мне эти имена каких-то маньяков там прошлого века вообще знать? Вот, много чести им. И, но, вот сам факт, значит, семейка одна, супружеская пара. Вот, кстати, еще есть супружеские пары, которые этим, да, промышляют. Прямо реально они друг друга находят, два садиста, и потом вот заманивают жертв разных и мучают их. Кстати, самое мерзотное, что я услышала, это вот этот вот Скопивцев, да? Ой, нет, или как он? Нет, нет, здесь Скопинский маньяк. А этот, господи, как он вот этот, да у нас это в России было в 20 веке, Списивцев, Списивцев, что ли? Это сам, 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 самый вот, ой, мерзотная, уродливая история вообще. Как вот это с мамашей со своей они промышляли, и сестра главная там была. То есть это какая-то семейка этих садистов, вампиров, кровопийцев. И как бы со взрослыми им тяжелее было справиться, так они детей, подростков туда заманивали, эту квартиру там на последний этаж этого панельного дома. И там, в общем, какая-то жесть творилась. Даже, короче, ели, в общем, в итоге ели людей, по несколько человек туда загоняли, издевались. Ну, в общем, не буду это рассказывать, на ночь не смотрите. Фу, противно спать потом будет. Каждый раз, как будете с одного боку на другой переворачиваться, первое, что вы будете вспоминать, это вот этот ролик, который вы посмотрели. Поэтому не рекомендую. Здесь вообще невозможно сказать, как так получилось, что люди кайфуют именно от этого. Именно вот от того, что делают больно. Другие мучают, смотрят, как другие умирают, как другие мучаются. Я не знаю, это безумие. Но это и есть безумие, на самом деле. Я по-другому это назвать не могу. Они же переводят мания, безумие. Ну, похоже, что так и есть. В общем, короче, семейная пара. Тоже где-то там, в общем, то ли в Америке, то ли, в общем, там где-то, не у нас. Отель. Построили отель. Шикарный. Этот отель, ну, шикарный по тем временам. Находился в очень прибыльном месте. Очень был востребован. Значит, об отеле были хорошие отзывы. Вдруг выясняется. Через несколько лет, значит, именно после серии того, что 10 человек пропало в этом районе. Ничего не могут понять. И вот как будто бы где-то рядом с этим отелем, в общем, 10 человек пропало. И пока вот не случился такой случай. Мужчина пришел, говорит, мне нужен номер. Говорит, ну, все номера заняты. Там он, а, ну, в общем, ну, тем не менее, с хозяйкой, значит, отеля что-то разговорились. Она ему говорит, ну, пойдемте на кухню, я вас покормлю. Она его покормила. Стала расспрашивать, как дела. Он там взял, похвастался, что он недавно несколько выгодных сделок каких-то совершил. В общем, хорошо заработал. Не знаю, как с этим связано. Там украли, хотели они украсть него деньги или нет. Но, в общем, в итоге они говорят, она такая говорит, ой, есть там у нас одна комната, сейчас там освободилась. В принципе, можем вам предоставить ночлег. Селит его в этой комнате, наливает ему чай. И он говорит, ну, я его в номере выпью. И уходит. И он этот чай пить не стал, потому что он не любил чай. Он его вылил просто и сидел еще там 2-3 часа. Там надо было ему что-то там то ли читать, почитать, то ли поработать. В общем, не лег сразу спать. И вдруг он видит, что кровать, которая там, значит, стоит рядом, на которой он должен был спать, начинает уезжать в пол. То есть в полу открываются какие-то затворки, и кровать начинает опускаться вниз. Он перепугался, выпрыгнул в окно и побежал сразу в полицию рассказывать, что вот что-то такое непонятное. Ну и все, и выясняется, что он должен был уснуть под этим чаем. Там было сильное снотворное. Уснуть на этой кровати. Эта кровать уезжала вниз, где эта семейная пара, вот эти хозяева отелей, оборудовали комнату для пыток. И вот там вот эти 10 человек-то и пропали. И он должен был стать следующим. И прям настоящая комната пыток со всеми, каким-то атрибутикой вот этой вот. И все такое. Я не очень понимаю, как можно это было сделать в подвале отеля так, что не было слышно звуков. Ну, может быть, они, конечно, там рот им как заклеивали или что. В общем, это какая-то вообще дикость. Потом, кто это делал? Кто-то же делал так, что кровать может уезжать там в те времена еще. Понимаете, нужно же было эту конструкцию придумать, что она уезжает в пол. Потом это все как-то закрывается, так, что шито-крыто. Кто-то в этом номере убирается и не должны были обнаружить, что такое возможно, что там под кроватью, значит, какие-то створки. В общем, все эти механизмы нужно было придумать. Эту комнату там для пыток нужно было придумать. Это же кто-то строил. Куда делись все эти люди? Может быть, их тоже убили, как только они все это построили или что? То есть, как можно было это все скрыть, непонятно. То же самое берем наше время. Вот этот вот, опять-таки, который в гараже выкопал эту комнату. Ну ладно, этот Скопинский, он там сам, говорят, в эту комнату, значит, копал. Бункер этот строил там. Ну, допустим, предположим, он матери наплел там про какую-нибудь там войну, там, атомную или конец света. И что он этот бункер делает вот на всякий случай? Ну, типа, вот он такой, значит, параноик. Ну, это еще ладно. Но кто сделал вот эту комнату в гараже? Неужели сам этот мужик ее делал? Кто туда проводил воду? Делал эту гидроизоляцию, чтобы она ее просто там не затопила какими-то грунтовыми водами, чтобы туда кислород поступал, чтобы электричество туда провести. Кто-то же это делал. Почему потом это ничего не вылезает наружу? Вот. Неужели эти же маньяки еще и сами там, знаете, и электрики, и сантехники, и, я не знаю, специалисты на все руки? В общем, как-то очень-очень много здесь всяких непоняток. Ну вот. Поэтому что? Фильм, его нет смысла пересказывать. Могу сказать одно. Фильм держит вас прям, знаете, за сердце от начала до конца. Не дает вам, как говорится, совершенно расслабиться. В этом плане цель режиссера там и, в общем, сценаристов, она достигнута, чтобы человек, человеку было не скучно, чтобы он хотел досмотреть фильм до конца. Честно скажу, вот я такая сидела, у меня прям сердце было в напряжении вот до самого конца. Поэтому, если вот смотреть как фильм, то в этом плане фильм хороший, действительно, не дает, нет желания переключить, скажем так. Вот. Интересно, в общем, интересно снят. Ну что, да, почему назвали берлинский синдром, не знаю. Там единственный был момент, когда он пропал на несколько дней, выключил специальное отопление, то есть, чтобы она там мерзнуть начала в этой квартире, и как бы сделал вид, что как будто он уже не вернется. И она и подумала, что он уже не вернется, и что она просто там с голоду будет умирать. А потом он взял и пришел, да, и просто сказал, что да у меня отец умер, значит, как ни в чем не бывало. А она ему говорит, я думала, ты уже больше не придешь. И она на него кидается, начинает его целовать, и они, ну, как бы падают на пол и занимаются сексом. И она это провоцирует. Вот это единственный момент, похожий на стокгольмский синдром. То есть, страх смерти был настолько силен, что она его восприняла, что вот спасибо, что ты вернулся, что вот не бросил, что у меня еще есть шанс выжить, и даже, да, сразу вот готова ему оказать эти сексуальные услуги, то есть, в общем, как будто бы она его любит, а не ненавидит. Вот этот вот момент был такой переломный. Все остальное, было видно, что у нее было одно желание выбраться, но что она просто терпела, подстраивалась, она уже знала, когда у него могут быть вот эти вспышки гнева, и что нужно как-то заговорить там его, вот это вот перевести тему, чтобы не вызвать сейчас гнев. Актер, кстати, который этого мужика-маньяка играл, он хорошо очень играл, глаза такие пустые, холодные, злые, вот иногда так крупным планом показывали, очень здорово играл, может быть, у него и самого частично какой-то такой характер, поэтому ему легко было вот эту роль сыграть, то ли, ну, может быть, просто действительно талантливый актер, вот, и девушка тоже хорошо сыграла. Вот такие вот дела, поэтому этих историй, которые показаны в этом фильме, кстати, фильм снят тоже там по одноименному роману определенному, вышел фильм в 2017 году, австралийский, но этих историй, их море было вообще в истории человечества, и повторюсь, а, есть у меня, кстати, какое-то видео, но я не помню, как оно называется, где я рассказываю про Наташу Кампуш, известную, вот эту же, которую держала в подвале один мужик такой, ну, тоже странный, вот, видно, что он шизанутый, поэтому только так мог удовлетворять свои потребности, и чем эта история прославилась, тем, что когда его посадили, ей удалось сбежать, его посадили, и через некоторое время что-то этот дом, государство почему-то отдало ей, она его забрала, в общем, какая-то такая история, в общем, что она купила, или как, или бесплатно отдали этот дом, в котором ее несколько лет держали, и она его взяла, и туда или ездила, или жила там, ну, вот это вот, вот это уже из разряда сильнейшего Стокгольского синдрома, такое безумие определенное, возвращаться постоянно на место, где тебя мучили, такие вот вещи, и потом она, ну, много там книг написали на эту тему, фильм сняли, еще что-то, до сих пор она жива, это Наташа Кампуш, вот, еще такой, если, кстати, возвращаться к Стокгольскому синдрому, а, кстати, видео у меня называется Стокгольский синдром, вот там я рассказываю про Наташу Кампуш, еще потом Ютуб мне выдал один ролик, история, как одна семейная пара, значит, сначала муж стал жене рассказывать, что вот он любит БДСМ, и что вот он хочет ее там бить плетью там, в общем, как-то над ней там взмываться, но она была очень недолюбленная, и у нее была одна мечта, чтобы ее не бросали, чтобы она хоть как-то, и хоть в каком-то ракурсе была нужна, ну, так было, значит, сказано, и она в итоге позволяла ему эти его игры, но потом что-то она уже утомилась от всего этого, в общем, уже стала себя плохо чувствовать, и он сказал, ну, нам надо найти, значит, другую жертву, которую вот я буду мучить, все, ты будешь моей женой, а вот сексуальные игры у меня будут с другой жертвой, жена обрадовалась, что не к ней больше будут приставать, и согласилась, и вот они и подвозят какую-то девушку на машине, а понимаете, когда семейная пара едет, не так, да, стрёмно садится в машину, вот из-за этого удалось им, в общем, привезли первую жертву, посадили там, не знаю, куда там, в подвал, где он там хотел свои эти игры сексуальные с ней начать, а не тут-то было, девушка попалась, короче, совсем не жертва, и, в общем, она ни в какую в его игры не играла, и она там обзывалась, в общем, не знаю, что она там делала, плевалась там, отворачивалась, в общем, не удавалось ему втянуть ее в свои сексуальные игры, никакими запугиваниями, ни тем, что он ее бил, и в итоге он сказал, ну все, ее надо убивать, в общем, она не годится для этого, и они ее убили, убили, куда-то вывезли, закопали. Через некоторое время подвозят другую жертву, и вот другая жертва, девочка, она оказалась более сговорчивая, ну они, он как-то ее там напугал, в общем, чем-то напугал, она во все это поверила, и потихонечку, а, какой-то ящик, он ее закрывал, какой-то ящик такой большой, значит, соорудили из фанеры, и там какая-то дырка была для головы, и, в общем, этот ящик стоял у них под кроватью, где они спали, эта супружеская пара, ну, в общем, безумие полное, вот, как говорится, извращенцы по полной, вот, и, в общем, потихонечку вырабатывался в ней эта выученная беспомощность, стокгольмский синдром, и дошло до того, что через, там, не знаю, несколько или месяцев, или лет, они ее даже стали выпускать, и она стала ходить по дому, там, готовить, кушать, выходить в сад, и не убегать, ну, то есть все, вот эта выученная беспомощность выработалась полностью, дошло вообще, знаете, до чего, что она захотела увидеться со своими родными, он почувствовал, что может такое допустить, ну, тоже, на самом деле, сумасшедший, по большому-то счету, то есть, насколько он был уверен, что он приручил жертву, но ему повезло, она действительно его не сдала, он вместе с ней, вот, представляете, он ее несколько лет держал, значит, там, в этих узниках, там, избивал своими, занимался своими БДСМ-ными играми, везет ее к родственникам, они там все обнимаются, они же ее уже все, что она пропала, она его представляет, как своего молодого человека, рассказывает, я не знаю, правда, как она подала информацию, почему ее несколько лет не было, почему она не давала себе знать, я вообще не представляю, как им удалось вообще все это проиграть, так что, никто полицию не вызвал, ничего, и даже есть фотография родственники их сфотографировали, как он ее представляет, как свою девушку, точнее, она, что это мой парень, ну, мужчина и так далее, и в общем, и уезжает, вот там, мы живем там, то уехали, и он уже готов ее даже сделать своей женой, и вот здесь его настоящая жена первая заревновала, он говорит, все, у меня будет вторая жена, вот я теперь хочу, чтобы это была моя жена, а та заревновала, и она сдала, сдала мужа, всех сдала, и, в общем, посадили их там всех, вот такая, вот видите, женская ревность оказалась, вот, ну, короче, жизнь какая-то, и эта женщина, да, тоже сейчас жива, дает интервью, долго отходила она от этого, в общем-то, от этого стокгольмского синдрома, не знаю в итоге, не удивлюсь, если в итоге, знаете, в глубине души, она там по нему скучает, по этому своему насильнику, не удивлюсь, но, мое мнение, что вот эти женщины, которые потом скучают по насильникам, все-таки есть у них какая-то предрасположенность быть жертвами, вот предрасположенность мазохистическая, да, и привязанность к садисту, вот, вот все равно что-то такое чуть-чуть должно быть уже заранее генетически настроено на это, потому что, видите, вот была которая ни в какую, ни в какую, вот, хоть убейте, хоть избейте, хоть там, я не знаю, что это со мной делаете, ничего, в твои игры играть не буду, видите, пришлось ее убить, то есть есть те, кто, ну, совсем не про это, и готовы умереть, но не слушаться, а есть те, кто готовы испугаться, послушаться, и потом даже вот не убегать, когда уже есть возможность убежать, вот такие вот вещи, поэтому специально вырастить садиста нельзя, так же, как и, между прочим, и мазохиста, вот знаете, как это в некоторых роликах рассказывают, вот на, вот это, вот это травма детская, вот это, вот это вот, и поэтому вот он такой, или она такая, а я вам так скажу, никакой там закономерности сильной нет, максимум на 20% повлияло воспитание, и какие-то ситуации в жизни, не больше, потому что кого-то, например, одно и то же событие, может травмировать так, что человек, ну, например, просто закроется, будет таким интровертом, никому не будет доверять, но другого человека, эта же ситуация, допустим, его озлобит, и он станет злобный, и будет, наоборот, всем подряд мстить, и кому надо, и не надо, третий человек так будет переживать, что покончит с самоубийством, четвертый вообще скажет, что это фигня какая-то, было и было, да плевать как бы, и так далее, то есть на одно и то же событие все отреагируют по-разному, потому что есть генетическая предрасположенность, человек уже приходит в этот мир, там у меня 80% характера, психики уже сформировано, как это получается генетически, никто не знает, вот будет в семье 5 детей, все 5 детей будут разные, один из них будет какой-нибудь психопат, социопат, то тюрьма-то, украл-выпил в тюрьму, украл-выпил в тюрьму, понимаете, там какой-нибудь драчун там и так далее, другая будет отличница и умница, третий будет, ну там обычный середнячок, не знаю, четвертый будет, допустим, принадлежать к нетрадиционной ориентации, сексуальной, еще что-то, что, то есть вот у одних родителей, погодки, что они такого делали, эти родители, что все дети такие разные, да ничего, у каждого ребенка есть свой букет генетический, и определенная предрасположенность, вот к определенной судьбе, к реакциям к определенным, они будут притягивать, один одно притянет, другой другое, поэтому я считаю, что невозможно специально из человека сделать психопата, или социопата, или нарцисса, или эмпата, неважно, невозможно, невозможно сделать садиста, или мазохиста, есть определенная, вот уже, вот так вот, букет ген, вот такой, индивидуальный, и все тут, вот, поэтому мне еще всегда, знаете, удивляет, вот до сих пор, некоторые психологи начинают рассказывать о том, что из человека делает нарцисса, нарциссическое расстройство личности, да, или просто там нарциссическая акцентуация, а это вот потому, что, а, там обязательно мама должна быть жесткой нарцисской, вот только у жесткой нарцисски, вот такой прям тварь, и вот рождается, вот она из него или из нее нарцисску сделает, один будет козел отпущения, а другой этот золотой ребенок нарцисс, не всегда вообще может быть совершенно не так, я знаю семьи, где у абсолютно эмпатичных родителей рождался психопат, нарцисс, там социопат, ни папа, ни мама, ни дедушки, ни бабушки, никакой такой, ничем таким в жизни не отличились, и никаким таким воспитанием, специально выращивать там нарциссы, никто этим не занимался, никто даже не знает, как это делать, вот, поэтому не работает, неправильная эта теория, вот, вот мое мнение не то, генетическая предрасположенность, а она ни от кого не зависит, даже, и тот человек, который пришел с этой предрасположенностью, ничего сделать не может, он такой пришел, родители иногда бьются, как рыба об лед, чтобы хоть что-то изменить, там, вот, в ребенке, ну, имеется в виду, хорошее что-то привить, и что-то хорошее сделать, ничего не получается, вот, а бывает наоборот, рождается хороший ребенок, родители говно, и вот они, наоборот, пытаются все его сломать, а он не ломается, этот ребенок, вот он все равно вырос нормальным человеком, выжил во всех обстоятельствах, и нормально сложилась судьба, еще и продолжал быть эмпатом, там, или эмпаткой, то есть не сломался, не озлобился, не испортился, не травмировался, понимаете, вот такая вот история, ладно, у меня какой-то не психологический разбор фильма получился, а больше, я, знаете, я вам рассказывала о том, что вообще вот, вообще вот про вот эту историю, мазохизм, садизм, психопатия, эмпатия, и про то, что почти ничто на это не влияет, вот, какое-то стечение обстоятельств, что человек такой или иной, ну, все, приятного, если так можно сказать, просмотра вам этого фильма, хотя, сюжет очень жизненный, очень таких историй много, и вот эта жесть, понимаете, это не вымысел сценариста, а это, к сожалению, еще часто было и бывает в реальной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok